Наверное, не совсем нужен. Но прежде всего хочу всех участников конференции поздравить с этим, я бы сказала, глобальным мероприятием. И пожелать всем хорошего настроя, добрых мыслей и, конечно, получить удовлетворение от той информации, которую мы здесь с вами услышим. И хочу сказать, что мы с вами живем не в простое время, уникальное время. Но надо сказать, это время, можно так сравнить, это то узкое горло, которое должна пройти наша цивилизация, чтобы выйти на новый уровень. Потому что сейчас идет время перехода всей Вселенной, Галактики, в том числе нашей планеты, на несколько другой уровень вибраций. То есть на переход на высокочастотные вибрации. А мы с вами, как частицы планеты, как частицы Вселенной, тоже самое переходим. То есть не только на планете идут конструктивные какие-то изменения, но и в нашем организме идут сейчас такие же конструктивные изменения. И мы, хотим мы или нет, но мы не можем отойти от этих процессов. Вот. И вот это уникальное время, оно нам дает, с одной стороны, возможность, значит, изменить свое физическое состояние. А с другой стороны, это способствует тому, что сейчас, если вы обратили внимание, сейчас гораздо больше людей, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Ну и не только, конечно, со здоровьем. Так вот, значит, я веду, ну, так скажем, школу или курсы, как хотите назвать. Значит, это по изучению основ биоэнергокоррекции. То есть мы изучаем, значит, как устроен человек в энергетическом плане. Потому что то физическое тело, над которым многие бьются и, в общем-то, пытаются решить проблемы, оно занимает 3% организма от общего организма. А вот 97% — это энергетические структуры, это энергетические тела. У нас 12 тел, ни много ни мало, согласно йоговской философии. И все начинается именно на тонких планах. И поэтому, когда, допустим, приходят люди со своими проблемами, то начинаешь им объяснять, значит, в чем заключается их проблема. И что начинается она не на физическом теле, не с физического здоровья начинается проблема, а начинается она именно на уровне эмоций, на уровне, допустим, информации, которую излучает человек. То есть по закону подобия, да, существуют же законы Вселенной, законы физики. Так вот, по закону подобия, значит, мы притягиваем из пространства подобное. То есть то, что излучаем, то и притягиваем, то и получаем. Ну и, конечно, вот про анекдот. Есть очень хороший анекдот, который, в общем-то, помогает, может быть, людям некоторым, изменить отношение к жизни, к проблемам, потому что ведь люди зациклены на проблемах. Есть такой, приезжает зять к теще в деревню. Это, знаете, старый, вот с бородой анекдот. Вот, теща обрадовалась, ой, зятюшка, батюшка, как хорошо, что ты приехал. Миленький, смотри-ка, вон тын-то совсем уже развалился. Козы ходят там, значит, капусту уже всю поели там, по огороду всю истоптали. И иди, почини тын-то, чтобы не заходила скотина-то в огород. Он сидит на нее, смотрит, смотрит, говорит, а это мое, мне это надо. Короче, не сделал. Скот, значит, с пастбища возвращается. Она корову встретила, говорит, батюшка, зятюшка, миленький, посмотри, осень на дворе уже, значит, вот холод, дождь. Там в сарай-то стена начинает отваливаться. Возьми, подопри там доской или, значит, палкой, подопри стену, чтобы не вывалилась. А то скотине-то холодно уже. Он на нее смотрел, смотрел, говорит, а это мое, мне это надо. И опять мне дальше. Вот, дождь пошел. Она ставит, значит, тазики, ведра через крышу протекает. Зятюшка, миленький, там кусок Толи есть. Пойди, покрой, вот там, где дырочка, чтобы дождь-то внутрь не шел. Он говорит, а мне это надо, это мое. Утром теща соскакивает, бегом берет документы в сельсовет, все переписал на него, прибегает домой. Зятюшка, миленький, родненький, вот теперь это все твое. Покрой крышу, иди куском Толи, а то ведь дождь-то уже весь пол залил и уже это. Он лежит на кровати, смотрит на нее, говорит, а это твое, тебе это надо. Я к чему это сказала? Сейчас люди живут в таком напряженном темпе, да, и, в общем-то, много проблем, и решение проблем денежных, решение проблем с работой, решение проблем со здоровьем, с детьми, и они настолько, вот извините, зациклены, настолько зашорены, что им некогда думать о себе, что некогда разобраться, почему у них эти проблемы. А ведь эти проблемы приходят не просто так и не случайно. То есть я на занятиях очень серьезно поднимаю вопрос о том, чтобы искать причины. Причины нарушения здоровья, причины, допустим, перекрытия продолжения рода, причины перекрытия денег, почему человек крутится, вертится, а денег нет. Он может работать на трех работах, но у него все уходит из-под рук. То есть, как в народе говорят, просто так и чири не сядет. Так вот, всему есть причина. Ну и, конечно, проблемам со здоровьем. Ну, я вот принесла вот такой вот листочек, называется «Нарушение энергоструктур». Это мы разбираем на занятиях. Нарушение энергоструктур. Какие бывают нарушения? И что они вызывают? То есть когда-то, когда я очень серьезно занялась этим вопросом, мне было показано, как нарушения и как негативные энергии, которые мы сами излучаем или приобретаем, работают в нашем организме. Что происходит, допустим, с легкими, что с сосудами, что происходит с позвоночником, откуда берется сколиоз. Ведь если откровенно говорить, посмотрите, ну вот пришел Саша Орлов, значит, пришел-то он, собственно, не учится, а с проблемой. У ребенка 6 лет, у него сильнейший сколиоз. Значит, массаж делают, в бассейн водят, зарядкой занимаются. Вот все меры предпринимают, а сколиоз не уходит. Я беру этого Сашу, разворачиваю перед аудиторией, и все заулыбались спиной к людям. У него одно плечо вот сантиметров на 12, на 13 выше другого. То есть у него у самого сколиоз, а дети до полового созревания живут в полях родителей. И что происходит? Они снимают информацию, всю информацию, которая у нас на родителях. То есть они к половому созреванию наращивают свое биополе, а пока живут за счет вот тех энергий и за счет той информации, которая находится в полях родителей. И что происходит? Значит, вот у Саши как раз конкретно блоки. Так, можно здесь нарисовать. Что такое блоки? Так, видно будет? Ну, я художник от слова «худо», поэтому вы не обратите внимание. Вот человек, да, начинается обида. А у этого Саши, когда мы вышли на причину, у него обида с 4 лет, причем очень мощная, очень сильная. То есть мать умерла, когда ему было 4 года. Отец сначала внимания уделял ребенку, а потом встретил женщину, ему не до него было. И ребенок же очень тонко чувствует, что у него нет внимания, да, и начинает хулиганить. Он его в садик приведет, он в садике хулиганит. Значит, когда, ну, начинаем смотреть, мне идет на два слова «детский садик». Я говорю, ты был в детском садике? О, говорит, как я ее боялся и ненавидел. Я говорю, кого? Воспитательницу. Значит, как он начинает хулиганить, она его берет вот так за уши, поднимает, и пока он не заорется от боли, она его держит. Вот такой метод воспитания. Ну, у нас люди-то разные. Так вот, у него вот эта обида, она примерно вот так вот, примерно вот так вот перекрыла негативными энергиями, а это холодные, грязные энергии. Но это блоки, блоки еще, ничего страшного, их можно легко убрать. Так вот, эти блоки, что сделали? И у него с одной стороны небольшой блок, а с другой стороны вот такой мощный. Вот позвоночник. Значит, когда только появляется такая энергия на позвоночнике, первыми страдают глубокие, короткие мышцы. То есть мышцы, которые соединяют позвонки. Вот мышцы, которые соединяют позвонки, они страдают первыми. Хотя страдает, и все мышцы страдают. Но с этой стороны энергия сильнее негативная. И вот получается, что вот эти мышцы стягиваются, мышцы спины сжимаются, происходит спазм. А у нас все базируется на законах физики. Все в организме абсолютно на законах физики. То есть холодные негативные энергии приводят к тому, что мышечные ткани начинают охлаждаться. При охлаждении, ну вы все физику учили, при охлаждении ткани сжимаются, при нагревании расширяются. Есть такое, да? Так вот эти мышцы приходят в состояние спазма. И вот этот спазм приводит к тому, вольно или невольно, позвоночник начинает искривляться. Самое интересное, что это все можно убрать. То есть, когда выйдешь на причину, почему? Когда человек начинает осмысливать, осознавать причину, это все начинает корректироваться. То есть, это интереснейший такой процесс саморегуляции на тонком плане. И вот к концу занятий у Саши плечики выровнялись. Ну вот, Анатолий Федорович сидит, он знает, что там происходит у нас на занятиях. Он спрашивает, что теперь делать с ребенком? Я говорю, ну ты теперь свое убрал, а ребенку, ну надо сколько? Ой, ну те, кто у меня учился, кто-то мало, но есть, да? Ну, допустим, 20 минут, чтобы убрать блоки с ребенка. Но дело в том, что это не значит, что через 20 минут выправится спина. Потом нужен прогрев. Но прогрев не физический, прогрев энергетический. И лучше всего, конечно, молитвенным потоком. И все. И сколько детей, значит, расстались со сколиозом. А ведь самое интересное, кто создает такие вот вещи. И еще, что очень важно, есть ли у человека вот такие негативные энергии, а негативные энергии, это и разные виды порчи, и разные сбросы больной негативные энергии по родам. Сейчас я на этом остановлюсь. И, ну, другие негативные энергии. Так вот, в это время нельзя делать массаж. Он закрепляет блок. А наши массажисты, я не хочу говорить плохо о них, но они на самом деле пытаются вот эти мышцы размять, не убирая истинную причину вот этих вот спазмов мышечных тканей. То есть, это очень важный момент. Ну, еще некоторые делают блокаду. Знаете об этом, да? Новокаяновую блокаду. Она мало того, что закрепляет вот эти энергии, она еще очень отрицательно воздействует на почки. И, в общем-то, появляется проблема еще другая. Так вот, привели Машеньку. Значит, папа с мамой учились у меня. Привели Машеньку. Машеньке 6 лет. Машеньку надо готовить в школу. Значит, сейчас я вам нарисую. Вы меня простите, я так рисую, да? Вот у Машеньки вот такая спина. Вот такая спина. Нет ни горба, ничего. Вот спина. И плечики у нее все вот сюда. Вот сюда вот. Доставляете, вот такие плечики, все это вот сюда зажато. И вот эта вот Машенька, значит, мама стоит и говорит, Машенька, Машенька, ну расправь плечики, ну расправь. Она ей силой начинает их расправить. Она стоит, говорит, мне уже больно. у этой Машеньки вот такой вот блок, вот такой вот блок бабушки, причем родной бабушки, которая ее очень сильно любит. Ну вот, Машенька, да? Так вот у нее блок 6 метров вперед, который сковал ей плечи и который вот так ее согнул. Дело в том, что энергия это очень страшная сила. Вы даже не предполагаете, может быть, но не все, но некоторые. Какая это сила? И вот, но дело в том, что бабушка, она, естественно, не думает об этом. Она же говорит, она такая добрая. Я всегда говорю, если человек говорит, что он добрый, можно мимо с палкой пройти, когда спит зубами к стенке. Никогда не верьте, если человек говорит, что он добрый. На самом деле, вот она ходит и на всех обижается. У нее уже ее самую обида перекрыла. И ребенка перекрыла настолько, что ребенок вот так весь согнулся. Ну, в принципе, это потихоньку исправлять это можно. Вот, расскажу случай. Приходит мужчина, я с кем только общаюсь, с теми, кто учился. Со стороны практически это редчайший случай. Приходит, приводит свою дочь. Значит, дочь на большом сроке беременности, ребенок умер. Начинаем смотреть. Значит, ну, причина же должна быть. Но, опять же, причина не физическая, и я смотрю. Я смотрю энергетические причины. Ведь дело в том, что наши ученые, и в том числе медицина, чисто такая научная медицина, они задают вопрос, как? Как убрать? Как помочь? А я задаю вопрос, почему? И вот, когда задаешь вопрос, почему, и выходишь на причину, вот, значит, тогда начинаешь работать. Причем, не ты работаешь, ты не стоишь, и вот так вот не машешь, как некоторые, да, показывают по телевизору иногда. Так вот, человек сидит и начинает думать, начинает думать, начинает искренне осознавать свое неправильное поведение, свои поступки, и начинаются изменения в его поле. И вот тогда начинает сгорать причина. То есть, причина находится и в физическом теле, но причина находится еще и в тонких структурах нашего тела. У нас есть такое тело, каузальное тело, тело причин, но она находится, основная причина, она находится в тонких планах планеты. Вот, и вот в этом пространстве, ну, есть некоторые целители, которые говорят, я выхожу в астрал и убираю там причины. Ну, может быть, кто-то и выходит в астрал, потому что причины находятся не в астральном плане планеты. Причины находятся в каузальном плане планеты. Ну, сейчас вот отвлекусь и немножко скажу. Вот планета. Вот планета, вот человек на ней. Вот сегодня я обиделась. Вот сидит Анатолий Федорович, обидел меня, наговорил мне, значит, бочку арестантов, да? Я на него обиделась. Я что начинаю излучать? Я начинаю излучать грязную, холодную энергию. Ладно, на завтра я, значит, смотрю, у Валентины Михайловны уже пять мерседесов, а у меня ни одного. Ничего себе. Супер! Шесть! Шесть! Ну, хоть бы один подарила. Ну, хоть бы один подарила. Вот надо же, нахапала этих мерседесов, да? А тут вот живешь и ни одного. Ну, вот все впереди. Сумлеваясь я, Андрон. Что уже впереди. Ну, то есть, существует понятие зависти? Существует. Зависть, это еще, которая особенно бьет по кочкам. Ладно, вот. Но дело в том, что я могу думать об Анатолию Федоровичу, вернее, обижаться на него, не думая о нем. Вот скажите мне. Нет, конечно. Я думаю, да? То есть, я мало того, что излучила эту энергию, а это холодная энергия, которая в первую очередь приводит в состояние спазма бронхи, альвеолы, там, капиллярную систему легких, но и появляется высокое давление в области малого круга кровообращения. То есть, вот, всего нам всего обида. Почему народ говорит, обида душит? Она на самом деле приводит к тому, что можно, в общем-то, заработать бронхиальную астму чисто обидой. Вот. Дальше, значит, так как я о нем думаю, я накладываю на эту энергию информацию и я создаю в своем поле энергоинформационную матрицу. Но дело в том, что планета, все устроено по одному принципу. Как устроен человек, так устроена планета. У планеты есть эфирный план. Слышали такое, да? Не засоряй эфир. Есть, да? Дальше. Астральный план. Астральный план. Это мир эмоций людей. Все наши эмоции, мир эмоций. Все наши эмоции вот здесь вот. В том числе и негативные. Я занята. Дальше. Ментальный план. Это информационный уровень. Но все имеют еще под планы. Информационный план. Вот здесь вся информация хранится, да? Дальше идет каузальный план. Это мир причин. Вот все наши причины вот здесь вот находятся, да? Вот. И наши тонкие тела, они работают на частотах, соответствующих планах планеты. То есть, допустим, мое эфирное тело работает, должно работать на частотах эфирного плана. Но если мы неправильно живем, мы можем сбиться с этих частот. То есть мое астральное тело на частотах астрального плана. И происходит постоянный энергоинформационный обмен. И, значит, в связи с этим у меня появляется вот здесь вот матрица. Точно такая же энергоинформационная матрица. Здесь появляется матрица. Здесь появляется матрица, да? И в мире причин. То есть я создаю вот любой проблемой, любой ситуации есть причина, которая находится в тонких планах планеты. И если я начинаю человека лечить, вот, допустим, у него проблемы с легкими, я начинаю его лечить. Но причину я не нашла, причину я не убрала. Причина активизируется и может бить. Но бить может, если взрослый человек, по его детям. И довольно сильно. Почему в Библии сказано, дети отвечают за грехи родителей и прародителей, да? До седьмого колена. Вот поэтому, значит, так вот, что происходит. Я сегодня... Тут, значит, начальник меня, самый вызвал, на ковре отчитал. Я ему, да чтобы ему там пусто было, да чтобы он где-нибудь споткнулся, да? Опять создаю вот эти вот негативные матрицы. Но наступает момент, как сверху говорят, окончена программа земного пребывания. Должен вернуться назад, да? Причем, значит, не важно, сколько тебе лет. Тебе 5 лет, 27 лет, значит, 40 лет, 95 лет. Окончена программа земного пребывания, и ты должен уйти. И здесь уже ни один врач, поймите, вот не способен удержать человека, так как он выполнил свою программу и ушел, да? Так вот, человек должен... Чего мы желаем, когда умирает человек? Царство Небесное, да? Так вот, Царство Небесное находится дальше, ботхетческий уровень, нирвана и так далее. Вот тут находится Царство Небесное, то есть самые чистые энергии. Но человек, уходя, начинает проходить через свои излучения. То есть обязательно любой из нас, когда уходит в мир иной, в тонкие структуры, он проходит через то, что он излучал в процессе жизни. И если у меня вот было столько, а еще ведь у меня еще и на ногах могли быть, так вот он вот здесь может остановиться. Почему сверху говорят, что многие души в муках там блуждают, в астральном плане в муках, значит, блуждают, и что нужна помощь им. То есть они посылают с миров прекрасных, огненных им свои энергии, и мы должны за них молиться. То есть только молитва поможет им. Ну, то есть за них, что значит молитва? Это же не только вот текст молитвы, это еще и покаяние за этого человека в первую очередь. И вот, а он живой. Ведь человек-то не умирает, он продолжает жить, он сбрасывает физическую оболочку и продолжает жить. И чтобы ему продолжать жить, а ему нужна энергия, а он застрял в своих излучениях, он начинает выбрасывать сюда жгуты к живым людям и отсасывать энергию. Сколько людей страдает? Вот сегодня про гипертонию разговор шел. Знаете, сколько людей? У меня вот училась Аня Байбара. 17 лет учитель физкультуры тянул у ней из головы энергию. И у ней были такие состояния, что она вот упадет, и она не может головы поднять. И как только убрали, сразу ей легче стало, и потом уже, ну а потом и все остальное. А убрали до кого учителя? Вы знаете, вот от человека к человеку, да? Может идти, вот пришла женщина, 50 лет, привела... Это называется, кто называет привязки, кто называет труба, кто называет жгут, и начинается отсос энергии. Вот пришла женщина... А сколько времени хватило? На всю жизнь? Вот у человека 17 лет... Сколько времени прошло после момента убрания? Ну сколько, ну минут 15. Нет, сейчас. Девочка, как сейчас? Сколько сейчас? А, ну сейчас уже 3 года прошло. Все пошло, нет. Да, слава богу. Клиники никакой? Нет, клиники нет. А вообще, если смотреть, вот это медицинские справочники, да? Там что написано? Я просто хочу знать, когда... Нет, природа гипертонии не изучена. Информация. Природа головокружения не изучена. Природа там, значит, еще мигрени не изучена, да? Так вот мы изучаем, что делаем на занятиях, изучаем природу, то есть причины. И если убираешь причину, значит, начинаются изменения. То есть, самое главное, это причина. И вот мало того, чтобы человеку пройти, вот эту грязь куда денут? Она тоже идет к нам. Она тоже идет к нам, к живым на земле. Так вот, я почему хочу вот эти примеры рассказать, да? Так вот, я не досказала. Пришла женщина 50 лет, привела дочь 28 лет. Уже все больницы прошли. У девочки болит сердце. Ну, у молодой женщины, да? Болит сердце. Все нормально, ничего найти не могут. Начинаю проверять, у нее идет вот этот жгут, значит, из сердца, прям идет мощный отсос энергии сердца. К матери, к родной матери. Вы думаете, она осознанно это делает? Она ее куда только не водит и к кому только не водит, чтобы найти, почему у нее болит сердце. Это все идет неосознанно. Вот. И как только убрали, прогрели сердце, восстановили, ведь дело в том, что, когда идут какие-либо нарушения, во-первых, нарушается проблема на клеточном уровне, к клетке приходит в состояние спазма, они выходят из частотно-волнового режима, потом выходят из функционального режима. А сейчас очень большое количество новых нарушений, которых раньше вообще не было. Вот где-то в пределах трех лет появились новые нарушения. Какие нарушения, допустим, в пределах трех лет? Вот приходит женщина, болит половина, вот болит, все, половина тела болит. Начинаю смотреть, у нее идет закручивание мышечных тканей, вот как морской канат. Ткани закручены на тонком плане. Боль необыкновенная. Шикарная боль, да? Ну, вы поймите, что здесь натирание могут в какой-то степени облегчить чуть-чуть, да? Так вот, таких нарушений сейчас очень много. Нарушение связи между органами, нарушение связи между телами, разгармонизация клеток, причем разгармонизация клеток внутри одного органа. Начинаешь проверять, убираешь это, смотришь, уже изменения пошли. А сколько сейчас разрывов на клеточном уровне идет? Огромное количество. А все это наши эмоции, все это неумение правильно себя вести. Причем не обязательно это агрессия. А у молодежи посмотрите, сколько агрессий. Ведь они же не знают, что такое уважать старших. Но это на самом деле сейчас так. И мы их этому не учим. Но это дело, полдела. А ведь у некоторых, ну, что значит, иногда бывает, человек не понимает, что он, ну, это люди, которые не читают, может быть, Библию не читают, заповеди, что он должен, почему Иисус Христос сказал, благословляйте врагов своих, да, молитесь за врагов своих, любите врагов своих. Да потому что энергии любви и благословения, мы нейтрализуем их влияние на нас. А ведь если человек очень мощный, энергетический, очень сильный, вот пришла женщина, получила удар, хороший удар. Значит, вот если, так, ну ладно, у ней болит желудок и вообще болит вот эта область. Вот эта область болит. Начинаю проверять. Вот, допустим, поле желудка. Ну, вот желудок, я его так нарисую, вокруг него должно быть поле. Так вот, это поле, у ней деформировано вот таким вот образом. Вот таким образом. И вот это место все опустошено, обесточено. Клетки все в спазме. И дают мощнейшую боль. Сколько времени нужно, чтобы убрать, ну полтора часа, ну два часа. Убираешь и начинает восстанавливаться, начинают восстанавливаться клетки, но для того, чтобы они восстановились после такого удара, а этот удар идет от человека, не от кого-то там. Так вот, после такого удара идет в какой-то степени даже нарушение связи между клетками внутри органа. Начинаешь прогревать, но прогревать не, а еще раз говорю, не физически. Это лучше всего прогревается молитвенным потоком. То есть читаешь молитву, и через молитву идет энергия. И вот тогда, значит, клетки начинают не только прогреваться, но они начинают расправляться. Ну, опять говорю, при нагревании ткани расширяются, клетки расправляются, поток энергии, значит, наполняет их и включает программу восстановления функций этих клеток. И вот тогда, то есть, в принципе, нужно понять, что, да, я начала вам говорить о том, что мужчина привел дочь. Дочь во время беременности потеряла ребенка, ребенок умер. Начали смотреть, вот вы даже в жизни не подумайте на такую причину. Начинаю смотреть, значит, проблема создана на пятом месяце беременности его жены. То есть, когда вот эта девочка, дочка его еще была в утробе, и когда шло развитие плода. Начинаю смотреть, значит, проблему создал отец на пятом месяце беременности. А ведь дело в том, что в пять месяцев беременности идет подключение плода к великому кольцу импульсного свечения, идет, значит, ну, формирование нервной системы, идет, в это время, именно в пять месяцев беременности, ребенок соединен с Богом, он един с Богом. И вся информация, которая идет ребенку в это время, она уже потом работает на его судьбе, так скажем, но здесь получилось отражение не на самой девочке, на ее потомстве. Идет программа прекращения рода, прекращения, значит, беременности, то есть, перекрывается рождаемость детей. Так вот, а он хорошо, во-первых, обладает и сновидением, а во-вторых, он уже нашла третья ступень, то есть, у нас есть такая тема, мы разбираемся, как происходит развитие плода, значит, внутри утробы, вот, и слушаем, значит, кто видит, отсматривает, кто не видит, руками, слушает, как работает, значит, пульсация какая, что происходит. он отследил и отсмотрел, значит, я ему говорю, ты создал проблему, что было в пять месяцев беременности, но, естественно, он признался, потому что у меня там, в общем-то, почти все признаются в своих грехах, он сгульнул налево, но его можно понять, может быть, как мужчину, но дело в том, что жена не знала, понятия не имела, а ребенок знает, вот он в утробе матери, он знает, что отец ушел, да, бросил его, что значит, он сгульнул налево, он его бросил в этот момент, и вот эта информация осталась на ребенке, ну, конечно, он сразу сел, так как он это все увидел, отследил, он сел и искренне начал раскаиваться, он так просил прощения, в общем-то, чуть ли не со слезами, и, в общем-то, ему проблема, была это снято, то есть, через вот это искреннее покаяние, осознание своей причины, осознание своей проблемы, в общем-то, была снята причина, но дело в том, что, когда человек искренне осознает свою проблему, искренне осознает, и искренне начинает каяться, потому что покаяние, это не значит для галочки, да, что раз надо, покаюсь, а это для того, чтобы, в принципе, это больше так не поступать, так вот, идет особый вид божественной энергии, это особый вид, и эта энергия идет, сначала, вот в тонком плане планеты, вот эти матрицы, то есть, матрица одной конкретной причины, у него может быть много грехов, но вот этот поток сжигает матрицу этой причины, и дальше идет на человека, и с человеком идет работа, и вот только таким образом, в принципе, очень просто и легко снимать причины, убирать причины, не махая руками, ничего не делая, но, в принципе, результаты получаются очень сильные. Вот на той неделе разбирались с мужчиной, значит, причины могут быть созданы самим человеком в этой жизни, могут прийти из прошлой жизни, могут создаться родом, могут родителями непосредственно причины создаваться, может породу отца, породу матери иногда идет с седьмого колена, иногда с пятого колена, иногда там еще с какого-то колена породу идет причина, но она мощно работает, очень мощно. Так вот, разбирались с мужчиной, значит, у него не нарушен выход или отход, правильно сказать, жидкости из организма, он ходит, извините, конечно, за такое, но он ходит в туалет два раза в день, утром и вечером, и по чуть-чуть мочи, по чуть-чуть мочи, это ведь очень серьезная проблема. Я начинаю смотреть, кем создана причина, им самим, когда, в прошлой жизни. Это очень интересный, в общем-то, пример. Дело в том, что, ну, так как я уже давно этим занимаюсь, я знаю, что здесь включается дисфункция легких. Поэтому я первый вопрос задаю, воспалением легких болел? Болел, неоднократно, несколько раз болел. Так, теперь смотрим, что было в прошлой жизни с легкими. у него на правом легком вот такая дыра в прошлой жизни. Начинаю, значит, сделать запрос. Идет ответ, что он пытался удушить человека. Но когда он его душил, в него выстрелили. Я не знаю, чем выстрелили, но вот это легкое пробили, это в прошлой жизни, да? Оно сейчас работает, оно сейчас работает, и у него идет скопление жидкости на диафрагме. Но оно еще, мало того, застойное, она неприятная такая эта жидкость. Вот, и как только мы вышли, да, и идет, сверху идет информация, обязательно благодарить того, кто его там застрелил. То есть он не дал окончательно убить человека. Вот представляете как, да? Вот какие цепочки, вот приходится вот эти цепочки каждый раз разбирать. Так вот, как с Ольгами? Он на самом деле искренне начал благодарить вместо того, чтобы, значит, вот, человеку плохое сделать, он начал его благодарить, потому что сверху идет такая информация, да? И начал осознавать, что это был, в общем-то, настрой на тяжкий грех, убить человека, это ведь грех, это очень тяжелый грех. И вот, когда он начал все это осознавать, начал просить прощения, тут уже он просто все это делал молча, все это делал мысленно. Вот. И смотрю, пошла работа, пошел поток энергии, и легкое начало закрываться, то есть, эта работа уже прямо в той жизни, хотя он находится здесь. Легкое закрылось, жидкость, которая скапливалась, начала светлеть, и начала постепенно уходить. Вот так, значит, я не скажу, что это полностью решена проблема, дело в том, что там у него нарушены уже связи между легкими почками, ну, казалось бы, какая связь между легкими почками, да, но связь, это две родных сестры, вот так вот можно, они все время, значит, находятся в этой связи. и вот то есть еще пару сеансов, то есть по сеансу, чтобы прогреть, сеанс сначала восстановить эти связи, восстановить связи между тонкими телами, восстановить связи на уровне органов и восстановить связи на уровне почек, то есть гармонизировать это все, и плюс прогревание, и человек-то, он сидит и говорит, Нина Петровна, какое тепло пошло в груди, то есть я же не касаюсь никого, вот вы поймите, я не занимаюсь вот этим, лечить потоки, там, каналы, прочее, каналы, сам человек канал, и та энергия, которая ему нужна, она к нему и придет, вот, так вот, это главное, это осознание, и сейчас задача стоит перед всеми, кто связан со здоровьем человека, связан с разными методами целительства, это изменить сознание человека, вот это главная задача, изменить отношение к жизни, изменить отношение к себе в первую очередь, ведь очень многие люди бьют себя в грудь и говорят, я верующий, я верующий человек, верующий, он сам себя не слышит, он сам себя не знает, какой же он верующий, и еще, верующий человек, тот, кто не нарушает заповеди это очень сложно это очень трудно не нарушать заповеди но надо жить по заповедям они жданы нам для того чтобы мы были здоровы и чтобы мы были счастливы и чтобы мы были достойно жили а ведь смотрите сколько людей у которых проблемы и проблемы довольно серьезные но еще вот такой допустим пример мать привела девочку девочки где-то 15 лет значит у девочки она постоянно падает в обморок постоянно но я не знаю и эпилепсию поставили или нет но значит я ищу на причину в физическом теле сначала вот я просто о чем говорю как цепочки выстраиваются до причина физическом теле значит поджелудочная железа часть печени нижняя часть печени и селезенка начинаю смотреть там идет сброс родовой больной энергии именно больной энергии сброс и вот эти органы черные то есть они не если на тонком плане смотреть они черные и матери говорю смотри а мать обладает хорошими сновидением видишь вижу дальше значит смотрим цепочку с кем связано связано с родными по крови по роду матери там 5 колено опять смотрим что там то есть вот так вот цепочку сначала от болячки такая причина а потом уже от причины начинаем возвращаться убирая причины начал смотришь у человека начинает многое меняться но таких примеров можно приводить много вот у нас значит внук мне звонит бабуля посмотри ромку ромка его друг они вместе учились техниками в институте вернее в школе в институте вместе учились говорю приводи а ромку привел брат на костылях значит дважды уже пролежал в больнице сказали только оперировать ноги только оперировать иначе на всю жизнь инвалид начинаю смотреть идет родовое проклятие полностью перекрыты ноги идет сброс родовой больной энергии и идет разбалансировка ног что значит разбалансировка это значит вот нога она разъехалась в 12 структур разъехались и осталась голая физика а голая физика она холодная ведь мы за счет чего живем мы за счет энергии живем и если в нас энергии есть мы теплые откачайте энергию человек тут же рухнет и начнет остывать вот ведь чем дело так вот четыре сеансы на после третьего сеанса он уже поднялся сам с палочкой без костылей после четвертого сеанса он уже прыгал я серьезно говорю и еще раз говорю я не не копаюсь я ищу причину и я но приходится ведь разговаривать самая главная работа разговор по два а иногда и по три часа чтобы достучаться ну я определяю иногда идет как бы подсказка сверху чаще всего при помощи биологических рамок я не обладаю ясновидением чтобы не было у кого-то но дело в том что я занимаюсь этим уже много лет очень много лет я школу веду с 21 с 91 года именно уже занятия веду а уже занимаюсь но по крайней мере двадцать восемь лет это точно наверно это сверху вам когда в то время сеанса приходит и иногда во время сеанса нет вы знаете ведь очень много информации которые я даю на занятиях вот анатолий федорович не даст меня обмануть допустим вот за в понедельник у меня тема наращивание мягких тканей восстановление структуры костей восстановление хрящевой поверхности сустава вот такая тема это может делать каждый человек может делать вот кстати был сергей петрович он вам хвалился палец нарастил хвалился да то есть он прошел занятие он обрезал какой-то но там электропилой обрез и он нарастил палец то есть он прошел у меня занятия не думайте что это сказка это может делать каждый человек нужны знания как это дело ну больше трех тысяч я серьезно говорю человек вот вы поймите сколько дано человеку вы не предполагаете он если я творение божье значит я могу ну не все но практически почти все что может господь потому что я его дитя у вас есть допустим сын он может делать то что вы делаете если вы его научите этому так вот есть 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 дело в том что у меня у дочери врожденный порог сердца но слава богу вот я это дефект а заболевание дефект а не хронические заболевание появляется хронические заболевания в молодости я болела нет сейчас от меня когда-то отказались все врачи значит может вы знаете такого колёв колёв заказа знаете да вот его заключение было заключение значит инфекционно-аллергический миокардит значит стенокардия ишемия поражение миокарда плюс значит поражение центральной нервной системы и подфорковых центров немножко было и надо было уходить уже на тот свет да так вот я рассердилась сильно потому что я прихожу в поликлинику после больницы кардиолог на меня смотрят и вычеркивает меня но идите к ревматологу если он вас поставит на учет а невропатолог он вообще смеялся открыто надо мной хохотал когда ему рассказывала что со мной происходило и я сильно рассердилась и сказала я человек я добьюсь я разберусь я сама разберусь почему у меня такие потому что приступы страшнейшие вот и слава богу разобралась и вот сейчас мне 70 я думаю что еще дай бог поживу как вы совершаете покаяние за другого и прорывание покаяние за другого это можно или за ребенка или за родителей в крайнем случае да если родители не принимают этого и очень хорошо работает покаяние за умерших людей то есть что нужно умершим ведь посмотрите у нас большинство людей что делает приходится как говорят господи прости господи прости господи прости а господь не принимает наше покаяние пока мы не покаемся перед людьми мы даже не задумываемся над этим если я совершила грех он с кем-то связан так вот надо сначала искренне покаяться за этот грех перед человеком и мало того покаяться вот если мне сделали зло ну вот валентина михайловна пришла меня обидела я обиделась дело в том что может быть зло без причины обида это зло но тяжкий грех на мне почему обидел тяжкий грех я на нее обиделась на мне тяжкий грех задумывались если грехи простые есть тяжкие смертные почему нам не тяжкий грех потому что она меня обидела по мордам не надавала наговорила там всего да и пошла заулыбалась на мне тяжкий грех почему потому что не прийти в европ судьбе да во первых иисус христос сказал ударили по щеке подставь другую это же не буквальном смысле ты разберись подумай почему тебя обидели почему тебя ударили ударить можно и словом да а вообще слова это страшная сила так вот нужно понять что значит я прямо или косвенно как раз провоцировала человека на грех и отвечать перед богом будет тот кто спровоцировал человека на грех если мне сделали порчу значит я способствовала этому я спровоцировала человека на то что он не сделал порчу если мне послали проклятие значит я спровоцировала человека на это проклятие а проклятие работать даже если она так вроде между делом сказано работают очень мощно это очень тяжелая очень холодная очень больная энергия и от нее такие боли бывают очень сильные поэтому а сейчас и родовые грехи на нас сыпятся то есть планета сейчас чистится, чтобы набрать определенный потенциал энергетический, вот для того, чтобы перейти на эти высокие вибрации, да, на высокочастотные, она должна очиститься от грехов прошлого. И почему к нам сейчас сыпятся вот эти вот все родовые грехи, родовые проклятия, родовые порчи, родовые привороты, родовые отвороты. Вот женщина, 60 лет, значит, на ней венец безбрачия. Она говорит, Нина Петровна, ну вы что, у меня муж, у меня двое дочерей, уже внук есть, какой венец безбрачия? Начинаем смотреть, 8 лет назад ей подарен венец безбрачия, 8 лет назад, а у нее уже и дети, да? Я говорю, но вы, как передаточное звено по роду, будете передавать этот венец безбрачия или дочери, или внучке. Вот, то, что у вас ладно, но вы-то ведь продолжатель вот этой проблемы рода. И если эту проблему не убрать, то есть надо найти причину, когда что было сделано, во времени, значит, ведь дело в том, что, вот смотрите, раньше убирали вот эти всякие порчи, венцы безбрачия, привороты и все. Каким образом? Большинство выливали на воск. Слышали такое, да? Слышали. Метод. Значит, что делают наши целители? Берут чашечку с водой, зажигают свечу, значит, свеча горит, воск капает, они читают молитвы. Да, но этот метод, во-первых, дает очень мало информации, а во-вторых, что дальше делают целители? Они или сами закапывают в землю вот то, что получили, вот этот воск, или сворачивают в бумажку, отдают тому, с кого снимали, говорят, иди на перекресток дорог и бросить через левое плечо. А тот, кто пойдет, он же уже подберет как информацию и будет эта информация на нем работать. Это уже грех. А во-вторых, вот эта проблема, допустим, там порча или приворот, остается во времени и в пространстве. И вот то, что делали наши предки, оно осталось во времени и в пространстве, и оно к нам сейчас возвращается, массово возвращается. И вот этой женщине, значит, породу подарили бесплатно, вот этот венец безбрачия, чтобы она передала это дальше. Мы не задумываемся, но ведь судьбу-то сломает. Я спрашиваю, значит, первая дочь, замужем есть ребенок, вторая дочь, 26 лет, нет с кем не познакомиться, раз в две недели и человек пропадает, да? То есть никак не складывается у ней. А почему не складывается? Начинаем смотреть, а на ней уже, значит, этот венец безбрачия передан. Но он будет ломать судьбу, будет ломать. Вот я не хочу никого стращать, не хочу, понимаете? Но это все есть, это все есть. И когда начинаешь искать, почему, и убираешь причину, следствие само потихоньку уходит. Главное найти причину и убрать. И вот тогда на самом деле, а то, что вот, допустим, с болячками, очень много ведь приходит людей, не столько, если раньше приходило много людей на занятия из-за интереса, сейчас в основном приходят, чтобы решить проблему, потому что приходят люди проблемные. И когда вот, вот сейчас, Антон, разбалансировка тонких тел, страшнейшее головокружение, кстати, группа маленькая, но 10 человек с разбалансировкой, то есть с головокружениями. 10 человек с головокружением. У Антона вообще сильнейшее головокружение. У него тонкие тела находятся на уровне колен и лежат горизонтально. Это сложнейшее, это тяжелая разбалансировка. Обычно они как-то вот расходятся. Ну вот, я как-то проводила в Институте физкультуры встречу на кафедре психологии с работниками, может, вы не помните. Вот. А потом меня, значит, попросили провести встречу со студентами. Подошел парень, говорит, Вы знаете, вот я Вам не могу описать состояние, но мне плохо. Мне плохо. Никто ничего не может найти. Я, значит, смотрю, что у него. Вот человек, вот у него защитное поле. Вот у него защитное поле. Вот это поле у него, вот здесь вот, завязано леской. Вот здесь завязано леской. А вот здесь вот, вот эти тела, они как фонарик китайский. Я говорю, ты чем занимаешься? Цигуном. Два года уже занимаюсь. Вот такая, вот такая на фоне порчи, вот такая разбалансировка. И он, вот он говорит, я не могу описать, но мне сильно плохо. Что медицина Вы здесь сделала, да? Ну, я не знаю. Дело не в том, что медицина, Вы поймите, ведь, ну, много можно жалоб услышать в адрес медицины, но она сейчас бессильно иногда бывает. Ведь в основном сейчас идет запрет на очень многое лечение. Если в причине не разбираешься, идет запрет. А многие лечат, не спрашивая разрешения. Вот. А что такое запрет? Ну, одно дело, значит, человек вот пришел, на него идет запрет, лечение не пойдет в любом случае. Причем, не важно, какая проблема у него. Проблема денежная, с работой, интеллектуальная, там, или еще что-то, да? А вот если, допустим, человек пришел и начинаешь ему объяснять, и он говорит, твой, я в это не верю, ой, не-не-не-не-не-не-не-не, запрет не снимается. Но если человек проникся твоим понятием его греха и начинает думать, то есть он еще ничего, он только думает, уже идет сверху помощь, уже идет, уже идет, уже корректировка полей, то есть он проникся этим, да? И самое интересное, вот если на физическом плане что такое запрет? Это же запрет не от Министерства здравоохранения, это запрет от Бога. Значит, вот, допустим, ну, вот девушка сидит, пришла, ей назначили инъекции, да? Приходит медсестра, берет шприц, но надо же ей влить дозу, вот, так вот, когда ставится укол, допустим, да, появляется рука, энергетическая рука, и снимает, вот, с этого лекарства, информацию, того компонента, который должен лечить, и в организме что остается? водичка. Вы поймите, это не, я никого не хочу, вот, навязывать, да, я просто знаю это, и поэтому, результаты-то слабые, результаты-то плохие, а мы, значит, костерим нашу медицину, в хвост и в гриву, простите за такое выражение, она такая, насекая, ничего не помогает, ничего не лечит, меняет, значит, а на него идет запрет, поэтому можно ругать медицину, подумайте, и кого мы осуждаем, не суди, да не судим будешь, опять же заповедь, да, ну, в общем, я могу говорить очень долго, вы, наверное, все уже устали, вот этот запрет, как вы его видите, или чувствуете? Ну, во-первых, каждый его чувствует по-разному, да, но сразу идет холод, вот, начинаешь только, значит, руку раскрывать, да, начинаешь работать, слышишь, от человека идет прохладка, начинаешь спрашивать, можно ли, причем, что интересно, спрашиваешь, можно ли поработать с человеком, идет тепло, сразу идет поток, в руку теплый, то есть, что значит поработать с человеком, это значит разговор, достучаться до его сознания, если спрашиваешь, можно ли полечить печень, раз, в руку идет холод, потока не дают, энергии не дают, то есть, ты, если будешь своей энергией работать, это, в общем-то, довольно плохо, почему, потому что у нас столько негатива на наших полях казалось бы чистящие ну вот мы сюда пришли мы пришли мы кого-то встретили на дороге человек идет вот представьте идет молодежь они вроде не не ругается но мат прошел да вот эта информация мата осталось а мат это страшная вещь потому что нужно почему скажем на что за каждое свое слово значит или оправдаешься или осудишься потому что когда человек изрыгает мат он не проговаривает он изрыгает его то вольно или невольно значит вот этот мат когда он это черная энергия и она постепенно облекается форму допустим скорпионов змей ящериц да это те кто обладает тесновидением вы можете увидеть это но самое интересное вот но мы люди все взрослые вот смотрите вот я послала на его ну иди ты что произошло если допустим я мужчина хочу я или нет но я фантомчик этого человека отправила на собственный половой член и вот то что он делает в жизни он будет творить на моем половом члене вот понимаете а потом в 35 лет импотенции или к сорока годам да а потом еще бесплодие а потом еще другие проблемы появляются очень серьезные проблемы и и если допустим начинаешь слушать молодого человека а там уже сплошной лед там уже сплошной холод ведь вы не представляете сколько приходит бесплодных пар ну может быть и сталкиваетесь с этим но огромное количество бесплодных пар и особенно сейчас ночные клубы вот девочка в 16 лет ну вот федор она тут знает мы это осматриваем прямо на занятиях до девочка в 16 лет домашняя теплая хорошая сходила три раза в ночной клуб у ней детородная сфера уже остыла она сходила 10 раз она уже сжалась она сходила 15 раз там уже такой спазм и получается что хочешь или не хочешь если эта девочка забеременеет у нее может родиться больной ребенок а может вообще не забеременеть вот ведь чем дело и потом на кого пенять то то есть в принципе в принципе можно многое рассказывать но слово слово несет во первых вербальную энергию информационный код каждое слово несет информационный код и она не исчезает она остается в пространстве и будет существовать так же как наша любая эмоция течение всего планетарного цикла сколько будет существовать планета столько будет существовать каждое произнесенное мной слово если я не умею их убирать а в принципе этому можно научиться и каждая моя эмоция она тоже будет существовать и каждый мой поступок и поэтому вот очень легко считывать информацию допустим с человека когда приходит сколько на нем негатива сколько у него негативных поступков столько то есть это в принципе может каждый научиться то есть запрету такого и все но можете другим методом вот допустим вы обладаете ясновидением вы если попросите покажите мне знак запрета вам его покажу для вас знак запрета конкретно будет идти да вот другому человеку может быть совершенно другой знак запрета покажу то есть у каждого будет свое свое ощущение свое чувство свое видение свое там еще ну то есть в принципе это это даже запрете работать нельзя нет нет при запрете можно работать словом а иногда бывает и на слово уже идет запрет то есть смотрите как сверху говорят не трать энергию света он избрал свой путь я проводник вашей энергии я лечу ваши бывают вашими силами этого человека это я никогда своими силами не лечу нет нет послушайте вот бывает нет вот я почему вам и объясняю можете или не можете вот иногда бывает идет запрет человеку потому что во время лечения тот кого лечит может нанести такой удар и он сильнее допустим в энергетическом плане у него потенциал энергетический мощный тогда вы обращаетесь ко мне да ко мне обращать если я получаю разрешение тогда я могу делать дело в том что я то все равно буду выходить на причину разрешите ему ну что спасибо большое в принципе в принципе вот он прошел в три ступени и не один раз он может хоть немножко сказать о тех методах которые в общем-то я не могу не знаю куда-то ну там чуть-чуть спасибо 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 я буквально надолго у вас заключу ваше время с тем что это просто может быть не ясно сколько мнений о которых не петровну здесь не сказал ну во первых что представляет себя не то я хочу сказать да ни че можно так громче уникальный человек это действительно уникальный человек и в принципе он признан Он разработал авторскую методику. Что означает авторская? Означает, что он не позаимствовал элемент этой методики нигде. А сама она ее разработала, апробировала. И эта методика очень эффективна и очень эффективно действует. Я сейчас вам расскажу о нем. Потрясающе. Но на официальном уровне Петровна, в общем-то, признана в 2008 году в Германии. Она признана лучшим целителем Европы. Это реклама. Это не реклама, это то, что вы представили, что это человек. Об этом программе есть? Есть? Ну хорошо. Тогда суть метода. Суть метода ее заключается в следующем. Обратите внимание, очень-очень существенное мнение. Не она лечит. Лечит себя пациент сам. С помощью силы мысли привлекает Божественную энергию. Вот это очень важно. То есть, она никого из своих пациентов не привязывает к себе. Она, наоборот, их обучает, как себя вытягивать из этих ям. Ну а суть в чем заключается? Суть заключается в энергетическом воздействии на информационно-энергетическое поле человека. Ну чтобы было понятно, я вкратце расскажу, что это такое. Значит, дело в том, что, в принципе, в науке это уже общеизвестный факт. Вот все, что нас окружает, это, так сказать, мимо реальности. На самом деле, вот этого реального мира не существует. Вот есть, например, стол. Это не стол, это энергию информационное создание. Сейчас объясню. Вот если взять, например, человека... Простите, пожалуйста. Здесь люди есть, которые не верят в энергетику? Они надо верить, это факт. Нет, здесь есть люди, которые не верят. Может, не имеет смысла. Смотрите, я подложил метод. Я хочу, чтобы вы поняли метод. Вот мы берем, трогаем человека. На самом деле, это не человек. Это пустота. Вы же знаете прекрасно, что все состоит из атомов. Из молякула атомов. А что такое атом? Это вот электроны вокруг... Вернее, едой вокруг него крутятся электроны, а все становится пустота. И вот совокупность этих атомов таким образом есть пустота. А возникает вопрос, что это по человеку? А это то, что удерживает эти электроны атомы в своих орбитах. То есть в конечном итоге все держится на электромагнитных силах. Все. Больше я ничего не могу объяснить. Вот отсюда хорошая посылка. Если все держится за счет электромагнитных сил, то очень просто, казалось бы, давайте научимся воздействовать на эти электромагнитные силы, и мы можем управлять всеми этими вещами. А что такое, скажем, энергия? Ну что такое? Это поле. Кстати говоря, Эйнштейн, говоря, почти подобрался к созданию общетирования поля. Но не успел создать. А вот Капица Николай, Тесла, он создал рукописи, после снятия его исчезла. То есть мы подобрались почти к этому уже, так сказать, понятию. Но, к сожалению, до сих пор это еще не сформировано. Итак, главное, что она делает. Она электромагнитным полем, силой мыслей, воздействует на другое общеинформационное поле, которое мы называем Божественное поле. Привлекая этого силы, человек исцеляется. Воздействует на свои поля. Фокус заключается в чем, уважаемые, вот принципиальный пункт. Фокус заключается в том, чтобы сонастроить эти поля по амплитуде фазочистудной характеристики Божественного поля, согласовать с амплитудой фазочистудной характеристикой реципиенты, как мы говорим, клиенты. Ну, в принципе, в науке это сейчас научили делать. Вот два примера, и вы поймете. Вы знаете, что мы сейчас можем стены разрушать с помощью вот этого поля. Маленький приборчик, два проводочка. Ну, амплитуду фазочистудной критики, конечно, подобрали вот это импульс. Импульс воздействует на бетонную стену, прошибает ее. Все. Что мы сделали? Мы разрушили межатомные силы. Вот эти, альтермагнитные. Свети. Свети, да. Или второй пример. Ну, спецслужбы давно этим заинтересовались. Например, в 43-м году знаете «Будриш»? Да? Эксперимент. В курсе, да? То есть американцы попытались на военном корабле вот этот принцип проверить. Что они сделали? Они, значит, корабль окружили мощными электромагнитами. Вот. И в один прекрасный момент вот эти сверхмощные электромагниты включились. Ну, это для тех, кто не знает. И что произошло? Корабль на мгновение ока дематеризовался. Он исчез. И проявился, материзовался через 50 кванетров от этого военного глаза. Это общеизвестный научный факт. И вот, что меня больше всего поразило, это то, что там половина состава команды с ума сошли и так далее, кто-то исчез, ну, кто-то просто горел. Но, вот, что интересно было. Интересно было, что, значит, нашли такие фрагменты. Скажем, человек, человеческое тело срослось с металлом. Представляете? Что это означает? То есть, с помощью вот этого сверхмощного электромагнитного поля влезли в эти внутренние поля межатомные, да? Нарушили вот эти связи и они срослись. Понятно, да? То есть, в принципе, да, мы можем воздействовать на поля. Вот и все. Фокусов нет, все понятно. Конечно, механизмы конца не разработаны, но, в принципе, суть метода ее сейчас понятно, да? Метод сверхмощный. Один простой пример. Ну, на себе я его постоянно использовал. У меня вот в жизни в том году была, да? Получилась вот такая проблемка. Надо было ехать в командировку в Москву. Два дня осталось. Лето, не холодно, не жарко. Я приезжаю на стоянку, ставлю машину. Только в машину поставил, я упал. От страшного. Боль была, ну, просто, ну, невыносимая. Как потом выяснилось, это камень в почках. Настолько сильная боль, что я не мог подняться, по телефону вызвать домашний ход. Приехали на телефон. Эвакуировали. Ну, поставили там пару уходов обезболивающих. И возили в больницу. На врач. Да, на врач. Я сделал четыре анализа. И на сто процентов увидели этот камешек. И на снимках там, ну, как они там развиваются. Короче, четыре анализа. На ЧМЗ. В клинику. Да, камешек. Почки. Ну, немножко там, мне провели чувство, там, голову-то убрали. Ну, что делать? Мне надо в комбинировку ехать. Ну, я бегом, не в тропе. Прибежал. Совершенно точно пять миллиметров размер камешек. Примерно вот так. Пять на три. На снимке он на рентгеновском участке появился. Прибежал к ней в Ветровне. Она, как сказать, не была. С подругой работал, с Михаловной. Двадцать минут поработали по этой методике. Все прошло. Все прошло. Значит, мне некогда было этим заниматься. Я быстренько в Москву уехал. Приехал через Интерию. Опять сделал анализы. Камня нет. Уважаемые, нет камня. Ну, естественно. Или второй пример. Вот приезда не водитель. Как она говорила. Значит, электропилу, значит, мизинец там, часть его. Он отрезал. Ну, что-то там делал, потом отрезал. Большой. Да. Большой. Восстановил. Восстановил. Вот приятель, Евгений Петрович, вы посмотрите. Это не было всего. Это первый момент. Второй момент. Что касается Интерии. Да. Очень-очень существенный момент. Очень важный момент в ее методике. То, что она работает. Главное. А главное в любом болезни – это крещение. И чаще всего мы лечим следствие. Вот голова болит, да? Таблетка сбрасывает, давление болит, и мы давление сбрасываем. А почему? Возникает вопрос. Кто-нибудь говорит. Ну, я вас уверяю, я очень много всяких курсов прошел. Но я не нашел никаких вот курсов целительства, где бы работали с причиной. А почему это происходит? Ведь это самое главное. Ты следствие уберешь, но если причину не уберешь, вернется. Сто процентов. Ну, не сто, но 99 точек. Так вот, Ниля Петровна. На Украине работает с причиной. Можно. Василий Готч есть с причиной. Там есть очень много. Да, да, да. Собственно. Там много работают. Вот у вас и школа Готча не есть. Вот это второе. И третье, последнее, о чем я хочу сказать. Вот помимо всего прочего на ее занятиях, когда я прошел все три уровня. Вот вы понимаете, в чем дело? Вот хочешь, не хочешь, а духовно становишься чище. И, Ниля Петровна, всячески во главу глава ставит два момента. Первое. Научитесь любить мир. Искренне любить. Вот без всяких условий. Первое. И второе. Научитесь отдавать людям. Вот когда вы эти две вещи освоите, вот тогда у вас пойдет хорошая помощь. Вот этому она учит. Я могу сказать, что, вы знаете что, мне уже не пятнадцать лет, но я вот тебе говорю, я целуюсь на ручке, обнимаю и говорю, что Петровна, после тебя стану другим человеком. Я раньше плохой вам. Ну то, что плохой, но со всеми недостатками. Сейчас я стараюсь. Плохо никому не делать. Вот Михаилу не досывать. Я стараюсь людям, ну как-то в меру возможности помогать, не пакостить и так далее. Я смотрю, как-то у меня само собой получилось. Это дали школы. Поэтому я закончил уже. Я очень благодарен Петровне за то, что он есть, за то, что есть ее школа. Ну и пользуясь случаем, так сказать, рекомендую его посетить. Вы знаете что? Дети приходят. Внуки приходят уже наши. И детишки-то становятся совершенно другие. Именно по последней причине. Обратите внимание. Ей пыль. Эта пыль. Эта пыль. Продолжение следует...